Не знаю. Я Игнатий Лапкин. Про меня как раз там и говорится в этом постановлении. Согласно этому постановлению, я, может быть, ошибаюсь, понял так, что вы к нам расположены. Не хотите этого безобразия, что не хотят уничтожать, посылать и прочее? Нет, конечно, это варварство. Ну зачем это? Делать я в любом случае не буду. Ну как делать? Это же устроили разницу. Пять соток, все, когда навозные хрущи. Они с ума сходят. Значит, я еду сейчас из Мамонтово. Мы сейчас долго беследовали с прокурором. Его звать Максим Анатольевич. Вот хорошо, что вы к нему съедили. Я просила прямо, где на Анатольевич. Я сейчас оттуда еду. Вот. Максим Васильевич. Вам видно, нет? Прочитайте вслух, что написано. Так, песковой заявление, районный суд, отдел Мамоскваревана. Истец, это я. Ответчик Королёв Максим Васильевич, прокурор. Я подал в суд на него. На прокурора. На Мамонтово. Ну, суд-то такой, что если бы, что ли, я мог бы даже вам оставить пока это, просчитать. Ну, я могу и ксерокопию сейчас с него. У меня здесь. Ну, да, разорвать вот эту геркуту. У вас дома может ксерокопия? Да, да, да. Я ей говорю, может, там пройдем. Ну, давайте пройдем так. Тем более, разговор там очень такой хороший. Это что-то там оставили бы? Нет. Вот это, что ли? Да. Да это это. А, ну, чтобы не потерялась. Есть и тёбовь. Давайте. Мир Домасев, можно свет включить. Вы можете ксерокопию сделать, и будет это очень хорошо. И чтобы не было неведений, мы не за углом где-то. Видите, по порядку. Я пришел сначала в суд, подал заявление. А потом прокурору. Он не принимает. У него другие дни приемные. Я говорю, я такую даже ехал, а там мы кое-как на трассу выехали. Ну, а там вышел еще один тоже, Максим Владимирович, помощник, так расположенный. А секретарша, она тоже спокойная. Нет, не приемные дела. Я бы раз внизу написал, в крайнем случае, в любой день. Я показываю, все это засняли тоже. Мы не можем каждый день. Стоите, мы рядом, как-то вот так сядем. А как сейчас ты ксерокопию сниму, давайте. Давайте. Так, минуточку. Сейчас. Я же вам сейчас это показываю. Вы ее взяли. Подождите. А куда ее надо? Давайте, наверное, там отстегнуть. А куда я ее взяла? Вот она, вот она. Дайте кнопочку отстегнуть. Да не надо, не надо. А ты ее просто загнул и все. А я пока буду говорить вам. Я тут все описал. Я начальник 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей. Со всего мира приезжали. У меня документы из вашего совета, что мне земля дана. Я сейчас дам вам документ, вы снимите себе его. Это не игрушка какая-то. Вы что затеяли-то, я вам говорю. Вам зачем это нужно? А вот вообще, когда открывали же этот лагерь, вы же его открывали, разрешение у вас с края было, да? Разрешение с края было, то, что лагерь открывали. Вот у вас разрешение. Вы себе к цирокопию снимите, вы будете вооружены. Нам надо друг друга поддерживать здесь. Видите, это документ старый. Вот он какой. Мужницкий регионал, заразе себя сняли. Ну, его придавали там, чтобы было. А вообще, прокурорка, что говорит? Вы же с ним говорите, долго беседовали? Так, я плохо слышу, Патрике. Я говорю, прокурорка вообще, что говорит? Я не хозяин, меня давят, если бы вот смысл такой. Нет, ну, а чисто по-человечески какие-то компромиссы? Никаких. Я ему принес подарок. Я говорю, знаете, взятка все считается, но не только книги, они не входят. Я автор книг, привез вам книги, подарить, которые видели в библиотеке у Путина Владимира Владимировича, у Патриарха там везде. Я показываю, принес книги ему. Он говорит, никак. Я говорю, я хочу мирно, а вы на тропу войны находите. Вам не устоять, вас сметут. Мы обратимся во все мировые инстанции. У нас со всего мира люди приезжали. Вы зачем это делаете? Вам разве это надо? А в администрацию района вы не заезжали? Заезжали мы. В прошлый раз-то мы и отдал документы, все. Нет, а вот этот раз не заезжали? Нет, вот ты что-то там, по насчет этому лагеря, а не насчет земли этой говорить. Пять соток на навозной куче. Там вообще не о чем разговаривать. Вот я про то и говорю, что эта земля, она в принципе... Там посмотрите, навозная огромная куча, там были фермы. И мы взяли, разгладили маленько и все. Дальше. Вот что знает прокурор. Прокурор этого Сухов был, который, снимите себе. Это не в углу было. Ведь это не два, а с девяностого года, считай, двадцать восьмой год. И вообще никогда не возникало даже. А комиссии было один год, 15 комиссий. Они другой искали. Что дети там вроде что-то там наказывают, а там прокурор... Ну, я в газете так сочетала. Да-да, это еще нету, не подтвердилось. А в дом прокурора, Жабина, она сказала, дети чувствуют себя прекрасно написала. А это возьмите, что это показано, что мы не как-то описали. Так, пока снимайте, а сейчас я все посмотрю, может, что-то... Так, это исковое представление. Я даю то, что ему дал, прокурору. Чтобы вы могли... Практически все документы у вас есть. Вот какие мы вывесили эти... Все давно уже поставлено. Можете снять себе, показать. У меня тоже такая штука есть. Мы вывестили везде, что лагеря нет. Он два года назад трансформировал. Музей. А вы еще оформляете, я говорю, это дело... Раз знаете, что оформляем, то не один день. Лагеря этому нет в аналогах мировой практики. Это память, это историческое сооружение. А там запретенное. Вам зачем надо-то? Но если вы будете дальше лезть, вы знаете, я говорю, мы непобедимым оружием встретим вас. И вам не устоять. Какой? Молитвой. И вам не устоять. Так, все я снимала, да? Все как будто бы отдал. И вообще вы с ним до чего договорились? Не до чего. Он голову отпустил. Не я. Это прокуратура края. А я написал прокурор края, раньше который был, генерал-лейтенант Парасхун. У нас были близкие и близкие отношения, домашние буквально. И когда вы меня давили, а еще тут не получалось. И прокурор этот, в Мамотовске был с ухом расположен. Он привозил мешки с продуктами. Там прокуратура отпускала деньги на меня. А машины мне привозить детей давало УВД края. Генерал Вальков. То есть я, ну, публикация болтайская, правде везде, о том, как набирал я детей-то. С чего ради им надо? Кто сейчас хочет смести память об этом? У нас вопрос стоит. Он сказал, а вы были в краевой прокуратуре? Говорю, вчера только. И что? И что, к рассмотрению берут? Никто не может понять. Это безумие какое-то. На навозной куче 5 соток. Там зайти нельзя даже было. Конопля растет там, крапива. Они там, где деревья растут, взяли дальше 25 соток. Ну, мне 3 гектара дали. 3. Я не взял ни одного. А там представительство совета, там Мануэла, Поваляева, Сеськов, Кулиба подписано. Вот у вас сейчас документ есть. Это было в 90-м году. А в 92-м? Ага. У вас, наверное, вот это еще надо будет снять. Еще один документ, очень важный. Настолько важный, что за подписью Сурикова, губернатора, он ничего не может сказать. Ну, я только подписал готовый документ. А я зачем вам подписываете? Вы помирать не думаете, я говорю. Он подписал готовый документ, получается? Да. И месяц мне дали на то, чтобы я снесла эти подстройки. Да, я все сказал. Я говорю, он начал читать, там написано и документ, с прокуратурой без подписью. Как без подписью? Я говорю, подписи нету. А где вы брали? Я говорю, здесь. Он показывает вот так бесчерточку. Он говорю, мы еще в школе не учились? Вы меня учить будете? Я говорю, вы у меня во блоке годитесь. Я обязан вас учить. Велика возгорбился чем? Мизерная какая-то должность и начинает издеваться над людьми. Я говорю, у меня отец без руки с фронта пришел. Три дяди погибли. Такую жизнь мы себе завоевали. Ну и все это ему. Получается же в крае прокуратуру тоже эти документы, что музею собираетесь делать, отвезли, да? Ну вот ему копию дали, в суде сейчас это все. В суде. В крае, в крае, в крае, в крае. В крае, это документы только что вынесли. Там другое было, по музею. Ну вот по музею, в крае. Все, все, уже все. Ну я, если, как вот сейчас буду отписываться, я буду писать, что документы находятся на рассмотрении в краевом... Проходит прокуратуру и в администрации. В краевой, да? В краевой, и в делах по правам человека, и приемные президента. Там во все документы. Ну а я говорю, вы не знаете, за что вы взялись. Вам не устоять, даже по-простому. Мировые организации сейчас вмешиваются, политические организации. Вам зачем? Вы будьте нам другом, защищайте, наоборот. Мы с нуля начинаем все. 21 тысяча селений в России исчезли полностью. 10 тысяч дышат наладом, 2-3 дома. Вы что делаете-то? Да и наши. Это наша страна. Я ему не хотел принимать. Никак. Пятницу. Я говорю, перед дверями лягу, через меня перешагнете только. Не под какие видом. Туда-сюда, оттуда-сюда. Он сказал никак. Я не уйду. И принял. Но этого, так сказать, я не слышу, мне ее надо говорить. Ну, договорились где-то. Это первый раз, который я давал. Вот это вот я вам оставлю. Оставлю. У меня копия есть. Вот. Вот это я давал, что я уполномочен ходатайств. Это у вас есть такое. Это да, да, да. Тут еще какой-то документ, вроде, был где-то. Но главное, что... Сейчас мне надо посмотреть на этом документе, который я сейчас давал. На нем печать стоит. Суд приняли. Но судить не будут. Я... Почему? Я говорю, потому что вас к стенке сразу ставят. Вы развращаете людей. Миллиардные сделки делаете поза глаза. Сердюков и другов. И прокуратура все прикрывает. И везде, главное, что называют там оборотни. Разве вы для этого поставлены? Вы поставлены, чтобы в стране был мир. Чтобы не проклинали правительство. А мы этому детей учили. И вот это стихотворение я ему дал. Вы себе сейчас снимите. Это мое стихотворение, которое написал в тюрьме, когда был, за слово Божие. Я не найду у меня этот, который сейчас снимали. Вы оригинал отдали, да? Может, мы там посмотрели. Там оригинал. На нем печать должна быть. Нет, нет. Там в документах нету, да? Вот он снимает. Это, который в этот суд приняли. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот оно, все. Посмотрите. Вы с него снимали. Посмотрите, у вас отпечаталась, нет она? Да, я пришел выразить вам благодарность. Я привез ему книги, какие он никак. Вот. Одну из книг я вам даю на память. Вот она, отобразилась. Я 40 лет материал собирал. Здесь и покаяние, и крещение. Потом еще один вопрос, когда задам по роде, по вашей. Там, Лида Маур, как вам? Вот она отпечатала. Все. Так, это я вам дал. Так, мне сейчас вы хочется вам дать. Подожди-ка. Это бабушка моего мужа. Так. Их у мужа узнать, где они сейчас живут там? Я не считаю. Ее уже нету давно. Я знаю. Но? Когда она умерла, мы с ней до этого ездили по Латвии. Она немка. А я по немецки разговаривал, ее везде повел. Она сама-то еще не знает. И лютеранка. Я привел к лютеранскому тому. Главный, кто пастор называет. И выпросил для нее старинную библию на немецком языке. А эти дети неверующие. Я пришел. Это память о маме. Память о маме. Я говорю, она мне по праву принадлежит. Я ее выпросил. Мне он дал, а тогда я ей передал. Но ее нету. Я хозяин следующий за ней. Мне надо найти их и выпросить библию у них. На немецком языке. А сейчас только получается в Шилоболихе дочь. Потому что вот здесь вот Витина мать, которая жила, она в октябре. 16 октября 1917 года умерла. Так. А Витин отец вот 3 июня мы его похоронили. Так, ну теперь практически как я могу кого-то там найти? И где, и как, или вы как-то поможете. Ну это я только у Вити спрошу номер телефона. Его получается кто? Она тетя. Может она в курсе. Потому что они там что-то... Я что-то про эту библию слышала. Они что-то передавали ее из рук в руки. Да, она не нужна. Вот, она по идее сейчас должна быть у Ольги. Вот, ей сказать, что вам она не нужна, но я ей достал и по праву Библия это принадлежит мне. Он мне ее отдал и я ее тогда ей принес, дал. Но вам она не нужна. Ну, не отдадут, то не отдадут. Но попытка не пытка. Вот это стихотворение, я попрошу тоже вас снять с двух сторон. Это потому что оно в деле там, у прокурора или в суде. Это я в тюрьме написал о смерти. Ну, сказал-то я ему много. Ну, может что-нибудь понял? Не знаю, я ему сказал, все, вы на торгу войны выходите, вас сметут. Маленькая такая дожественная, гордитесь. Вы должны нас спасать. Я говорю, знаете, Нина Данилова, депутат от КПРФ, в законодательном собрании сказала, потери селения, это не просто потери, это потери государственной границы. Люди тут ульги, Китай уже полностью весь, Восток захваченный. Байкал продали. А вы пять соток навоза. Вы что делаете-то, маленько. Мы не можем понять, откуда эта беда. Ну, и не смейте, я говорю даже, не смейте приближаться. Вот я и говорю, если бы стоял это... На той стороне, я вторая. Если бы этот лагерь стоял посреди поля. Да. Если бы он что-то там мешал сеять или что, можно было бы еще что-то. Стоит, как действительно Лена Анатольевна мне рассказывала, что я там, в принципе, так была несколько раз. Вы кучу разровняли после этого. И главное, пять соток, а они пишут 25. Ну, даже 25, что изменяется-то? Дальше это просто березки растут, и туалеты стоят, еще нету. Вот так. Вот это теперь у вас все. Значит так. Если, ну, как вы поняли, вы в это дело никаким образом не вмешивайтесь. Ни бульдозериста, вам это не надо. Естественно, я этого делать не буду. Я сразу сказала, что этого делать я не буду. Я сказал, мы ночевать там будем. Включен свет. И мы вас встретим так, чтобы вы назад будете, наверное, на четвереньках ползти. Почему? Мы будем молиться. Бог поразит вас. У нас тысячи детей за 45 лет отдохнули почти со всего мира. Это нету аналога такому лагерю. Понимаете? И мы учили жить в этом раздрае. Когда страна распродается, жить мирно, не проклинать правителей. И уметь жить интересно, красиво. У меня за 45 ни одного больного, ни одного утонувшего, ни одного сгоревшего, ни одного отравленного, как у вас. У вас пачками идут, 108 под капельницами лежат. В 16-м на 7 озере утонуло. Каспийское. Вам ничего не сделать. А почему? Я говорю, представьте, а в нашем лагере. Услышала, не здесь, а в Великобритании. И директор Кестовского института летит в Останкино. Ей дают сопровождающего с Останкинской башней. И они прилетают по Теряевку. Она у меня книги приобрела. Ксения Деннанта. И написала статью, как-то мечта, осуществленная в степях или как-то. Очень прекрасно. Она говорит, мне половину не рассказали, как у царя Соломона было. Я увидела. И вот приезжают профессора психологии. Они живут прямо у меня в лагере. Как так? В течение месяца ребенок, родители говорят, мы его уходим на наручники, приковываем батарею. Все вытащил. Наркоман. В течение месяца приезжают родители, они его не могут узнать. А он как керзовый сапог такой был парень. Так как это в течение месяца? Я говорю, каждый день молитва, чтение Слова Божия. До шести раз купаются. Я обучил на лошадях ездить, коров дают, ягоды собираем. Игры какие. И все молитвы начинается. Бог делает, это не я. А мне все. Где вы этому учились? Я говорю, вот это я взял в Новой Зеландии. Вот это в Австралии. Вот это в Японии. Вот это вы везде там были? Я много где был. Вот сейчас проехали всю Европу. Книги-то когда выше 38 книг у меня, 38 томов. Это не просто так. И купили газель и поехали до Владивостока. Портноходка. И везде я дарил 38 томов. Каждый том, а не том, а комплект 750 евро. 750 евро. И мы проехали во все города. Вот здесь Алтайский край в каждом районе, мои книги есть. И проехали до Лиссабона. Турцию с той стороны обошли. Все страны Европы захватили Скандинавию, Прибалтику. И там знакомые, через них уже там задержка была. Это дальше Ирландия, Шотландия. И туда послал. Даже до Исландии. В общей сложности 600 посетили городов. А теперь умножь эти 600 на 750. А теперь эти 750 еще на курс на 70. И получится что? И получается чуть не на 38 миллионов я подарил. Миллион. А у меня минимальная пенсия. Как? Бог. Я себе ничего не принимаю это. Бог. Я ему показываю книгу. Вот смотрите, я арестованный иду. Я эту книгу подарил в редакции Свет Октября. К нам приезжала там Лилия Владимировна. Ну и я ей дал по интернету смотреть где. Но она ищет там долго. Я вам дам, говорю, реально. Вот это вот в интернете все найдете. Наших роликов 11 240, кажется, там. И сайт, и там книги мои, и встречи с Баварином, и с Пороскуном. И там все писано до точки. Это средств нашей истории. Вам, говорю, не уничтожат. Почему? Потому что вы прочитаете там. О нас сняты три государственных фильма. Когда они на видео снимали. Вот такие катушки бобины. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. На новозной куче. Второе первое место в России. Золотовый соспотеляек. Это мой поздник. Это вот о лагере что-то снимали? О лагере. Ну, лагерь. Это не куча только. Это и основатель есть. Первое место в России. Это что, на дороге валяется? Дальше показывают газета «Алтайская правда». Губернская. Лапкин предпочел храм недвижимости. Когда я выиграл процесс 11 лет. Когда я освободился, реабилитирован. Я сколько перестордал. Вы меня 26 лет гнобили. Из любого университета меня за ноги вытаскивали. 14, сейчас конкурс я проходил все на пятерке. Но вы мне не повредили. Бог назначил другое. Бог дал мне такой жеребий, чтобы я шел, возвещал о любящем Христе. Как со Христом жить хорошо. Он сидит. Ничего не говорит. Молчал. У него тут много материала. Я говорю, давайте друзьями будем. Приезжайте. Я не приеду. Я говорю, вы во внуки горитесь? Подписи нет. Как нету? Я говорю, где подпись на этом? Вот так вот. Я говорю, ни одной буквы нету. Вы в школе учились, нет? А вы меня еще опрекаете? Я вижу, вы совершенно неграмотно. Ни одной буквы не можете поставить. Гитлер расписывался, Сталин расписывался, Черчилль везде в интернете. Если мы найдем сейчас, ну, кто-то там, Рузвельт, и написано, как расписывался. Шолохов, его подпись. Ваш еще вот так вот. Это что ж такое-то? Как вас поставили здесь? Чтобы душить? А вы сделаете по совести. А вас узнают дальше. И когда нужно что-то по совести делать, смелый человек, вас вызовут выше. Вы думаете, вы где-то цениться такой будете? Да нигде. Кому вы нужны? Дали указание душить. Ты идешь, душишь. За что? За то, что я 45 лет бесплатно для детей собирал. А какие дети? Вот он стоит. Где служил? В президентском полку. А многие ли? Спасибо вас здесь. Да это со всей страны по одному собирают таких людей. Нам есть что показать. Ну, принял. Поговорили. Я говорю, на тропу войны выходить очень опасно. Мы будем молиться о вас, Василий Васильевич. Вам ничего не светит, кроме того, что смириться перед Богом. Отзовите свои эти. А я перед... Опровергнитесь, скажите, ничего там нет. Пять соток на навозной куче. Мы там огромные ямы были, мы все засыпали навозом. И там и были. Сколько комиссий было при коммунистах? В 98-м году 15 комиссий краевых. ФСБ было. Но никто не ставил вопрос о снесении этого. Но только, чтобы я удалил из пункта физическое наказание. Я говорю, я не удалил. Так, ну нету. Нету, я обязан показать. Я отстоял это. Право. Ребенка не наказываю, шпаненок растет. А почему? Да потому что написано, душа с телом так соединена. Затал, говорит. Когда мы наказываем тело, вращается душа. Ты не возмущайся, говорит. Розгами, когда порешь его, говорит. Ты впоследствии утешать все будешь. А они, врач, кандидат наук, приехал, осматривает. Дети смеются. Так вас тут избивают. Они говорят, нет, нас наказывают. Ну забывают одежду. Домой приходят, где-то в футбол играл, поставил где-то ворота. А домой пришел без портфеля. А у нас за стол садится. Дети вокруг лагеря должны обойти дежурные каждый день. Они берут кофту щья, такой-то, Валера, из-за стола. Вот теперь должен взять, крутить над головой, бежать вокруг лагеря, три раза и кричать. Я забываю вещи за станом. А сколько бегаешь, в рот не попадет. Уже на второе. Физическое наказание. Платочек у каждого должен быть в кармане. Всегда, почему? Правило такое. А забыл. А вот до Тополей добежать. Туда и обратно. Я им память пришил в один день. Ну правильно, так уже побегаешь, конечно. А как? Купаться три поклона. Пришли опять со старшим. Каждое воскресенье на лодках. Такое, как у нас этого нигде нет. И кроме того, мы учим детей каждый день. Выбираем подъем в пять. В каком лагере в пять поднимут? А уже через две недели. Я говорю, давайте позже. Не один. А другой во сколько встанешь? Да иногда в час. Он сидит. Научись быть полезным. Я ребенку говорю, тебе нравится, вот как окна от дождя? Да. А давай я тебе расскажу. Рассказал. А что двери так вот на крючах отворяются? Это означает, мир ждал тебя, когда ты родишься, чтобы все готовое было. Чтобы после тебя тоже что-то изобретение осталось. И вывешено. Кто изобрел мобильный телефон? Приезжает начальство до генералов. Никто не знает. А дети кричат, Мартин Купер! Дальше. Интернет нравится, нравится. У нас прямо на стенке висит. Кто изобрел? Тим Бернер Сли, Тимофей. И мы за них молимся, что таким людям Бог так открыл. Кто губернатор у нас, кто премьер-министр. Это все вывешено здесь. Вот какое воспитание. И никогда не стонать. Почему национальный культ Японии? Конзё. Дети, конзё. Идем босиком, там где за ягодами. Конзё. Не стонать. Все улыбается. Он растет человеком. Мальчик с девочкой, где пальцем не имеет права тронуть её. Сохрани её честность. Это воздастся тебе потом. А ты с мальчиком точно так же. А тебе, если представится возможность, необходимость, за девочку жизнь положи. Вот так же или раньше. А ты, ты знаешь, что ты вторичное создание. Первое. Мальчики, девочки вторичное. Почему? Бог так установил. Муж глава, жена подчинение. Они не будут этого. Ты не думаешь, что ты председатель совета и над мужем будешь командовать. Он не председатель. А ты, генерал, ты должна подчиниться. Библия так говорит. Но тут никуда не денешься. И в моём заявлении там многое священного писания из Библии. Всё-таки встретились. Я не знал, как всех там поднял на молитву. Все молились. Ну, перед тем, как поехать, Елена Анатольевна прочитала. Потом отца Акима дождались. Вчера в городе был там отца с документами. Ну, может быть, я тут переборщил. Мне так написал. Нет, почитали. Ну, всё сходно так. Я говорил, как бы, отстранённого. 700 лет до Христа. И там написано. Злодеи, злодей, злодейские. Они убивают друг друга. Подсиживают. Священники. Мрак один сеют. Там о всех захватывают. Я всё туда вложил. Просчитайте, задумайтесь. Умрём. Чем нас помянут? Вы не можете это сделать. Никто не может сделать, что мне Бог позволил. Почему? Потому что это не моё. 45 лет, понимаете? 45. Это не два дня. Один тут такой большой муж говорит, я на две недели взялся, там 10 ребятишек. С ума сошёл с ними. А у меня по 108-109 каждый год было. Последние годы только тут транспорт далековато. И у нас были и баптисты, и администы. Каких только не было. По-своему молитесь, как у вас. А в конце все молятся по православному. У нас и евреи были, и цыгане, и казахи, и греки. Кого только не было. Почему? Мы все от Бога. И такой лагерь вы уничтожать? Вы боитесь, что на фоне этого лагеря, когда он сейчас музеем станет, то будут приезжать люди. И не отсюда, только издалека. Мы их учим тому, как жить мирно. Как не проклинать правителей. Как заботиться, чтобы Бог дал рождённость выше священников-патриархов. Чтобы наше останание на помойке было. Почти на последнем месте по здравоохранению. Каждый год в России перед революцией 3-5 миллионов пребывало. А мы каждый год миллион теряем. С лишним. За перестройку только 120 миллионов по городам сделано. Ща эта рука. А сегодня вывешили все эти данные. А почему без Бога? А без Бога она и жизнь твоя не нужна. И опять. Максим Васильевич. Подумайте хорошо. Я пришёл с дружеским намерением. Взяткой считается всё, кроме книг. Тем более автор. И где я не был, визе приняли. Не принял. Я говорю, вы что так замкнулись-то? Вот вы посчитаете. Вот я показываю один том. Открыл его. Вот здесь нет. Он там лежит. 26-й том. Я студентом в пяти университетах. И говорю, идёт занятие. Я объявляю вот этот месяц. Я буду отвечать на ваши вопросы по занятиям. 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определённой тематике. Это 20 тысяч пайлов, которые уже перед вами. И все поэты здесь в книге. И на каждый вопрос шесть стихотворений в разной эпохе. Этого нет нигде. То есть не то, что их нет. Книга попала в заключение. Человек считает, выходит, благодаря этой книге я стал другим мышцом. Вы против чего поднимаетесь? Вы что-то показать можете? Вы вложили в этот лагерь? А я каждую шиперинку потом кровью добывал. Вот сейчас мы Рыжковский пункт прорвало. Опять я только приехал 2-го было июня. А сегодня 20-е. Только вчера мы закончили. И ведрами мы. Бульдозера нет. А до этого потеряем такую дорогу. Вот это я за два года вложил больше миллиона. Только за подъезд дороги 230, кажется, 5 тысяч за щебёнку. И мы не ходим, и не ропщим делаем. И здесь вчера пришёл, проснулся. А где я лежу? Я зашёл в избу через порог и без сознания. Вот как мы работаем. Утром вставать в 3 часа ночи уже. А я одевший. А как же я зашёл в избу-то? Заткнулся за порог, видимо упал. Я тоже делаю, что они. А мне 79, 80-й год идёт. Я говорю, вы пожелаете встретиться? Должен с кем будет встречаться. Всё, что я говорю вам, это униками. Каждая келья. Там две русские печи с подтопками. Я печник, 40 лет. Это всё есть. У нас, вот почему называется так комплекс? В деревне к этому, к лагерю относятся. Свой тестомес. Своя балерина. Это такое трёхэтажное здание. Лабос, где храним продукты. Своя баня. Свой колонез. Это всё надо было сделать. Это не просто так. Игровые площадки какие дети играют. Там качели. Огромные такие качели. И это всё своими силами. Это всё вот в этом лагере, да? Всё, да. И он у нас, деревенский ещё отдел есть, где ходили. Просмотревый зал, когда смотрели фильм. А у нас там 250, кажется, фильмов только было. Наши дети не отсталые. Ну и вы знаете, по образованию они тут в районе какие. Елена Анатольевна, видите, какие учителя-то. Виктор Николаевич был. Что тут говорить-то? Ну, сейчас поговорили. Ну, девочки вон Глушковой учатся. Да. Я сказал, двери наши открыты. Приходите. Мы должны быть близки друг к другу. Я вас не трогаю. Вы рубля не вложили, а ломать приедете. Какое вы имеете право угрожать председательстве совета? Какое? Ну, сказали, ты им видишь безумный. Я спрашиваю, говорят, что упадали. Юристы говорят, а суд не будет. Почему? Потому что их сразу прокурор в стенки ставит. Тут понятно, я говорю. Почему? Потому что вы неверующие. Он молчит, сидит. Я говорю, вы у него внуки, может быть, годитесь. Вам нужно внимательно слушать. Тем более я в углу не сидел. Я одновременно в пяти университетах преподавал. Одновременно в тринадцать школ. Во всех отделах милиции, краевом и городском. И во всех воинских частях, заводах и пабриках. В России не было никому столько дано, как мне свидетельствовать, говорить. Это Бог. С утра до ночи и везде являлся не с пустыми руками. Я приносил книги, почти десять раз дешевле, чем церковные. Канал наладили. А сейчас куда бы ни пошел, везде друзья. Понимаете, что Вальков, начальник милиции, краевой отдел был, краевое управление ОВД, он каждый год давал мне машину, автобус, привозить детей. Приехал сюда. Ну, понимаете, нет, что у меня не просто так, а связи с губернатором, ну, это не кто-то. Уж с Баварином я не говорю, какие мы тут снимки наши снимаем. Целуемся. Когда я 11 лет ввел в суд, когда вернулся, счет был 11 миллиардов, недоминированный. 11 лет я его выиграл в суд, а рассчитываться-то не КГБ стало, я против КГБ подал, они меня арестовали, а сделали ответчиком городской администрации, у них нет. И Бог дал судебного исполнителя, женщину, я думаю, что она сделает? А она оказалась, ой-ой-ой. И она поставила вопрос, пока с Клапкиным не рассчитайтесь, бюджет заблокирован, ни один учитель не получит. Меня вызвали, ну, как теперь будет? Я говорю, рассчитываться, но денег нет. Я говорю, давайте недвижимость. И мне два домика дали, в одном мы молимся, в центральном районе. Приехал Баварин, торжественно передали, мы все отремонтировали. Этот уникальнейший момент. Мэр города, зэку, каторжнику приходит, дает бывшей порторку по рукам. И все это вывешено, какую он написал там грамоту. Я рад, что у вас есть место для молитв и встреч. Я сожалею, что так долго затянулось ваше дело, чтобы вы несли, слово нехорошее, нас подарил, гордо флаг веры. Баварин. А Баварин входил в десятку лучших мэров России. Приезжал, посмотрел, как много сделали уже здесь все. Трагедия. Я не хожу на похороны, но тут пошел. И главное, снимали все фотографы. А снимок поставили тот, где я прохожу мимо гроба Баварина. Потому что настолько было для людей необычно. Я всю ночь названивал, верил он или не верил. Душа просит помолиться, а я его не знаю. И, наконец, вышел щищук Ольга Николаевна, главный редактор Алтайской правды. Он говорит, верующий был. У меня, говорит, есть снимок, он крестит ребенка. Я еще позвонил дочной, мы попросили Господи, прости его, что не так. Там вечность целая. Если не угодно твоя молитва, меня прости, Господи. Понимаете, мы открыты, мы объятиями обнимаем вас дружески. А вы почему на нас идете войною? Он сидел, слушал. Это то, что слушал, это положительно. То, что судья принял, а они будут читать, это вот это стихотворение, все там есть. Тут у него одна строчка такая есть про прокурору. Вот. Это стихотворение в тюрьме про смерть. Как? За взяткой взятку брал скуластый прокурор. Что там дальше? Наивных обрекал к мучительным мытарствам. Белочков невижен. Но снова смерть и жест. И выстрелом в упор. Лишится жизни всей и будущего царства. И в конце написано, когда это стихотворение было написано, вот оно в тюрьме и места писания. Ну, Бог исполнил наше желание, чтобы мы побыли. Вот у Шалаболих будет возможность как-то дайте знать. Скажите, я хотел бы, чтобы Библия вернулась по своему назначению. Ну, а если нет, значит, ну, что сделаешь-то? А если нет, скажи, желательно, чтобы вы верили, как ваша бабушка. Она была очень добрая, ей не с кем было. Она приходила, и у них и сам был, была книга, мы с ней немецкие псалмы пели вместе. Я уж певиста такое. Вот. Вот. Бог так устроил, что наша встреча. Думаю, я вам скажу, вы перед ними ничем не виновны. И подбивают нас злодействие. Я написал злодей, стоя злодеи. И преступление совершаете, и к этому человека подбиваете. Это уголовная статья на вас уже. Этого нельзя делать. Вы делаете свое дело. Ваша задача как-то, чтобы мирно люди жили. Поменьше воровали. Чтобы вас одно время даже, кажется, компьютер своровали там вот этой. В сельсовете-то говорит. А, ну это я не знаю. Может, это было. Я слышал это дело. Чтобы поколение было другое. Как песня поется, чтобы дочери были счастливей матерей. А это только с Богом. Поэтому он отрекся. Книги нельзя-нельзя. Я говорю, как нельзя? Прокурор украю не так, а он ждал. Каждая книга выходит, я к нему иду. Так вы там полковник, тот генерал-лейтенант. Перед тем, как уйти на пенсию, его сняли. Он получает награду Путину за руку. Параскун был. Тогда было проще. Сейчас бы только позвонил, и все закончилось. Но сегодня я пошел, никого нет. Губернатор другой. А вот попутно сказать. Евдокимов-то был, Михаил Сергеевич. А что он знает, сатирик? Да он никакой. Я говорю, знаете, я один раз обратился к нему. Колодец копали, мне нужен был крупнозернистый песок и щебель. После обеда две машины уже пригнали. Для меня он остался в этом. Один раз обратился к незнакомому человеку, и мгновенно все сделал. Вы знаете одного, я знаю другого. Человек это космос. Вот так. Поэтому, знаете, есть поговорка, ласковый теленок двух маток сосет. Слышала, как он. А по неконному-то, бодливому-то и мать поддаст как следует. Значит, мы сделали все официально. Он знает, что я подал в суд. Я говорю, мы сейчас забираем, и все закончилось по мировой. Иначе придется отвечать. Я, что там требую возмездия, что вы мне доставляете печаль такую, подрыв мотива моего и авторитет. Ничего. Я сказал одно. Суду прошу, примирите. Вот вы прочитайте. Мне больше ничего не надо. Но зачем ложь распространять, что землю я захватил самовольно? Вы зачем пишете? Как самовольно, когда представитель Совета, ну, пять подписей стоит. Самовольно. Так я эти не взял гектары-то. А всего пять соток на навозной куще. Ничего нельзя ответить. Мы только дома рассуждаем. И все люди спрашивают, а зачем им это надо в интернете? Мы помаленько выставляем. Сегодня я выставлю материал. Наша беседа, все будут люди смотреть. Вы ничего не сказали плохого, я вас не ругал. А просто пришел поблагодарить. А что председатель Совета приходили, так масштабно благодарили, это не каждый день. А ты пришла, отсидела, да и ушла. А мы увидели, что вы заступаетесь. А в это время, знаете, каждая крошка дорога. Если будет возможность говорить, я не обязан выполнять такие приказания, ломать, рушить. Меня ставили не разрушать, а созидать. Тем более, давайте все вместе посмотрим. Они занимают угодья. Там написано, 5-3 гектара бросовой земли. Так я ее не взял бросовую. Я взял навозную кучу, где ничего нет. Ее давай ведрами растаскивать, и здесь построил кель. А вам не давали права строить. А ты чего они мне дали? Там написано, для детей детский лагерь. А ты чего? При них строили, приезжала прокуратура. Ну что, столбы, дальше плетели, и с двух сторон глима. А приезжали тут замгубернатора, не один был. И все это видели, никаких не было. Медицинские какие-то там брали, анализы. Раньше еще молоко, вода в колодце, вода в пруду. У нас выше среднерайонных. Ни одного нету больного ребенка. Но когда Роспотребнадзор насел на нас в 16-м году, я понял, дальше ничего не получится. На их стороне суд, прокуратура, все абсолютно, полиция. Я говорю, я создал, я создатель лагеря. И только что избрал новый состав обслуги, выдал грамоты, расформировал, все. И теперь мы покупаем несколько домиков в деревне уехавшие. И хозяева, которые приглашают к себе в гости с родителями, туда уже полиция нос не сует. В прошлом году три раза приезжал начальник уголовного розыска. Нигде. Так нет лагеря, нет, а зайдет там сорняк. А сейчас мы как решила деревня-то сделать музей, мы все там умрали, побелили, поштукатурили. Это вам что, плохо? Понимаете, точка одна. Да вас никто не знает, слова Кольщина, Мамонтова вообще нигде нету. А я стою в Вашингтонском порту в Америке, а меня спрашивают, мы идем в Иркутск, а далеко там от дороги по Теряевку? В Вашингтоне. Ну спросите даже, Алтайский край-то не знают, только слово Сибирь знают, что ссылка была. Чем вы надмеваетесь-то? У вас ничего нету? Да еще, вы знаете, в маленьком деле, а сколько у вас разных, которые нераскрытые преступления, и самогон гонят, и наркоты море. И самогон гонят, в каждом втором доме. Вот, а мы хотим, чтобы по-другому жили. У нас в лагере лозунг висел крупно, написано, Россия должна встать. Дальше, Россия, это мы, дети это все скандировали. И вы увидите, там 475 роликов про лагерь. Все, от самого начала до конца. Мы ничего не скрываем. Почему? Прозрачный доход. Ничего нету. А кто помогает, что помогает? И вам называть зачем буду? Я назову, ну, станкостроительный завод. Что-то сказала вам? Нет? Дали нам качать. РТИ, резинотехнические изделия. Дали шланги и лодки. А кто там? Хром Анатолий Петрович. Это когда-то. Когда у меня книги стали выходить, я всех поставил на учет. Помог Господь. Всех нашли и всех книгами отблагодарил. Я говорю, я нечаянно крупно разбогател. 38 томов вышло из печати. И везде проехал. А некоторые никак не брали. Он чуть из себя шубу снял, и нам, директор зеркальной фабрики. Я говорю, вот так надо жить. Любовь продляет годы, а ненависть сокращает и кричит вот так человека. Тем более мы ничего... Государство ни одного рубля не вложило. У нас электролинию сами проложили. Платим за электричество. Прям в лагерь. Там холодильники стояли. Там вот эти кухонные аппараты. А сейчас в доме-то у нас еще больше. Один дом приобрели, 81 квадратный метр. Там, посмотри только. Ну, сделали где спать, и дети довольные. А родители довольные. Что нужно? Сейчас приехала там мать с дочкой с Украины. У нас откуда только не было людей. Почему? Потому что слишком необычно. Без помощи государства. А был такой лагерь? Не было. И его не может быть. Почему? Ну, понимаете, для этого много надо. Вот поездка наша от находки до Лиссабона. От Тихого до Атлантического океана. А можно сделать? Ну, проехать можно. А чем ты поедешь? 600 городов посетили. И районный центр. И везде я дарил. Ты чем поедешь-то? И везде людей собирали. Я перед ними выступал. А ты что скажешь? В Австрии было так. Перед нашей машиной на колене. И фотографировали. Россия. Газель. Путин. Газель машина. Россия. Газель. Путин. Мы не на иностранной машине ездили. Мы рекламировали. Фактически. Мы показали. Россия жива. Так это у вас так в России. А нам завидовали там. Вот я стою. Подходят. Важные такие люди. А рядом епископ стоит. В аэропорту. Мы из Финляндии. Мы увидели, как в воде. А можно с вами сфотографироваться? Японцы увидели меня у храма. А можно с вами сфотографироваться? Почему? Это народное. Это открытое. Мы же не придумали ничего. Ну, посмотри. Лев Николаевич Толстой стоит. Вот рука у него. Поезд всегда был. Ты хочешь в Борн? Посмотри. Достоевский. Какие они были-то? Мы ничего не придумали. У нас везде висят иконы. Приезжает митрополит Алтайский Сергий. Митрополит. Патриарший где-то. И у нас служит. На день деревни. Если сможет, приезжает. И 16 сентября по-новому у нас. Крестольный праздник. Приглашаем вас. Я вот третьего собиралась. Но тут счастье было. Тут была секретарь у вас, когда мы зашли. А почему нас не приглашаете? Я говорю, а зачем? Мы решаем лагерь этот перевести, передать строение. Тут написано, я передал их деревне. Они нападают уже не на меня. Они даже этого не понимают. Нападают на деревню, которая строится с нуля. А почему нас не пригласили? Это заместитель секретаря. Ну, в отпуске секретарь. Я говорю, а зачем? Вам не проехать. Зачем мы будем вам писать, когда речь идет, что собак не привязывает двое. И вы должны уведомлять. Как оно? Мы отдельная единица. Мы ходатайствовали с лесоветом сделали. Не хватило людей для начальной должности. Прямо реально стоял в законодательном собрании вопрос. О неограниченности совета открыть не написано. Должно быть 1500 человек. Нет. Вообще нету. Никак. Ну, потом посмотрели. Еще не надо. Мы здесь проживем. И что интересно. Вот, был Кулеба, Василий Федорович. Очень хорошо относился. Старчиков, Игорь Николаевич, кажется, был. Да, Игорь Николаевич. Заступался. Тут приехали проверять лагеря, когда там утонули, что ли. А он их нам передали. Отормазнул. И говорит, туда ехать не надо. Там нормально. Обедками там не кормят. Там верующие. И они развернулись и дальше. Я сказал, Кулебу, если увидите. И старчику передайте привет. Вот вы вошли, за ними приедут. Почему? Это Бог только знает. Вы могли просто сказать. Да я готова, опять будет здорово, пришлю туда. Разрушать у нас все умеют. Потому что я вот сейчас, как вот пришла на вот эту работу, да. Вот, как вы говорите сейчас. Мы там пришли, деревня. Мы порядок навели. Мы вот это все сделали. Здесь это сделать очень трудно. Люди что-то ждут от меня, что-то хотят. Но сами они с местами сдвигаются. Мне очень трудно их сдвинуть. Поэтому. Но мы вам не докучаем нищем. Ничего не просим. Дороги делаем. Труды сделали. Сейчас проезд сплошной. Своими силами. Мы три года нанимали бульдозер. Бульдозер полторы тысячи за час. Ну я знаю, как это было. Знаете, да. Потому что в СПК он приезжал. Да, да. И вот нынче Рыжковский там прорвало. Не досмотрели, не прокопали где-то. И мы теперь сместили подальше. И ведром, и ведром приехал почти 20 дней. Ну полуживой прихожу. А мне 80-й год идет. И просто... Но у меня здесь голубяки. Я залезу, голубей послушаю. У меня с детства голуби. Я его приглашаю. Нет, он уткнулся. Ну ладно, я говорю. До свидания. Он вышел из-за стола меня проводить. Как бы... Я вижу, он руку не протягивает. И я не стал. У нас по руке это не принято. Но с мирскими людьми мы можем поздороваться. Я говорю, еще раз напоминаю. Мы вас ждем. Мы будем молиться о вас. Максим Васильевич. Вам не надо это делать. Ничего это не даст. Наши вот это тайно. Придете, подожжешьте. Это ничего не даст. Да ну это варварство. Варварство. Я написал, там написано. Просчитайте обязательно. Это явное преступление. Но заметьте, что нам помогают. Политические партии. Сейчас восстанавливаются такие люди. Это далеко-далеко за рубежом будет видно. Вам зачем это? У вас своя жизнь идет. Мы на вас не нападаем. Вам зачем на нас нападать? Пять соток, напоминаю. На навозной куче. Даже на ладонь мы земли в сельскохоз в воде не взяли. Как вы можете... Не знаю. Вот Игорь, когда начали распахивать, так мы детей выводили. Стеклышки. Мы поля целые ощущали. Ну, вывозили там где-то. Каждый кирпичик. Он потерял как-то диск от трактора. Мы вышли и нашли. Там Галя, она первая нашла, закричала, бежит. Там у нее три девочки. Там мальчик. Старшая девочка. Сейчас она куда-то в технику или где-то готовится. Не знаю. У нее больше ста грамот по музыке. На всех, где соревнования бывают, то прямо в интернете видно, что это означает, что человек обладает определенным талантом. А как они воспитаны? Какие красавицы? Как они одеты? Нас, мусульмане, где увидят? Это наши сестры. Им говорят, это православные. Нет, это наши. Он на нее в платочках, подвязанное. Вы видели во всех книгах. Так, я вас попрошу нас проводить. Я там вам эту книгу, которую я говорил, 26-й том. Ее никак нельзя... Мои книги-то все в вашей библиотеке здесь. Ее нельзя оставить. Литераторы сразу ее сметают. Я вам ее подарю. Ну, пусть у меня дома будет, значит. Никому только не отдавайте. Пойдемте. Так, я порошку там оставил? Да, наверное. Ну-ка, посмотреть надо, где. В машине или в сумке. В сумке нету. Ага, в сумочке лежит. Вот так вот. Так, сейчас. Пойдем искать. Едет какая-то бабушка на велосипеде. А я видел в Швеции. В Латвии там велосипеды тучи идут. Это выгодно. Для здоровья полезно. Вы хорошо сутрилили. Вы желаемый гость. Это все поняли, что вы как в буферной зоне. У меня воспитывала бабушка. Буду готовирующий человек. Так, я вам расскажу. Вы там все найдете. Вот это вот. Как бы автобиографичность. Здесь абсолютно все есть. Даже вот фотография, она сейчас покажу. Она историческая фотография. Я арестованный и иду. Вот она. Это все здесь. И прокуратура, и как по лагерю было. Это я вам даю. И вот 26 том. Это самый... Это таких вот томов у меня вышло. 30 томов. Каждый том 752 страницы. Все сшитые. Ну, книги видели в библиотеке. У Путина Новый Заветный. Все. Спасибо вам большое. Храни вас Господу. Мы говорим, спаси Христос. Пусть Господь вас благословит и от недругов избавит. У вас бульдозеров сколько? Нисколько.